доброго дня уважаемый зритель доброго дня сегодня в нашем выпуске посиделок мы поговорим о криптовалюте для тех кого это слово ввело в ступор не отчаивайтесь у нас в гостях специалист по криптовалюте михаил котов здравствуйте здравствуйте для наших зрителей прежде всего пожалуйста простыми словами объясните что же такое криптовалюта и в частности bitcoin это уникальнейший феномен наших дней которым мы имеем счастье иметь дело появилась она в 2009 году на фоне того когда уже в мире существовало огромное количество платежных систем принадлежащих третьим лицам фирмам и прочим и на этом фоне один человек зовем его сатоши накамото его никнейм он решил сделать валюту которая на которой нельзя бы было повлиять третьим лицам то есть всяким структурам государственным частным неважно то есть изначально как бы идея была такая что четыре пункта децентрализация открытость нейтралитет и неизменность то есть как я понимаю bitcoin это криптовалюта это просто кусочек компьютерного кода так и есть да так есть который находится в компьютере и получается ходит от компьютера компьютеру при купле-продаже виде так называемого хэша то есть единички нолики так понятно теперь почему собственно как вы считаете может быть или не считаете люди должны вообще пользоваться биткоином криптовалютой тем кому это интересно те могут попробовать почему потому что это уникальная технология на которой будет базироваться множество других технологий в будущем то есть не сейчас еще может быть ближайшие лет пять-десять то и позже потому что мир еще не сказать что готов к сильно к этому то есть создается огромное количество сервисов бирж но это все стало производить после 2013 года и сидеть я вас перебью вот вы сказали что мир не готов к этому а что вы имеете ввиду почему не готов во-первых психологически люди не готовы доверять свои финансы системам которые не принадлежат структурам каким-то официальным это вопрос времени когда произойдет такое что этим систем начнут доверять биткоину уже шесть лет и его капитализация показывает что ему начали доверять его капитализации сейчас составляет 10 миллиардов долларов это достаточно прилично приличная цифра вторая криптовалюта в мире по капитализации это этериум только в этом году он достиг одного миллиарда долларов добавить и коснемся вот как раз моментов которые якобы делают bitcoin более привлекательной валютой по сравнению с валютами обыкновенными то есть как утверждают специалисты bitcoin это быстро это не совсем так 7 транзакций в секунду это совсем не быстро если это брать на весь мир потому что миру нужно миллион транзакций в день а 7 транзакций в секунду явно не покрывают этих нужд то есть требуется более мощная криптовалюта система которая позволит быстрее работать обычный пользователь при переводе с кошелька на кошелек вынужден ждать примерно один час а пока придут ты необходимое подтверждение и это достаточно долго потому что если хочет хочет расплатиться в кафе биткоинами он нему это нельзя будет сделать быстро ну понятно человек должен будет вынужден хозяин кафе ждать целый час чтобы пришло подтверждение по плате либо доверять третьим лицам момент подтверждения транзакции тогда это будет быстро но это опять же потеря децентрализации и ключевая цель криптовалют это как раз избежать доверия третьим лицам то есть чтобы никто не мог повлиять никто не мог поменять что то то есть это полный нейтралитет к тому кто что-то покупает или что-то продает но понятно второй пункт который здесь упомянут это то что это дешево по сравнению с обычными валютными операциями действительно перевод биткоин кошелька на биткоин кошелек это дешевая штука и рынок метр микро транзакции он вырастет конечно в обозримом будущем в том числе за счет биткоина так он уже сейчас достаточно неплохой то есть всякие онлайн казино и другие сервисы где нужны микро транзакции они принимают платежи в биткоину понятно следующий пункт который я думаю может порадовать многих людей это то что правительство не может это отнять правительство сложно на это повлиять потому что чтобы управлять надо вложиться деньгами и тогда уже допонуть курс на бирже естественно они это не делают причина того что жалко денег ну и пока это не нужно ну понятно то есть может ли какая-то третья сторона по какой-либо причине заморозить ваш виртуальный кошелек в котором у вас хранятся биткоины нет не может то есть технически такого есть сервисы онлайн кошельков на которого люди иногда хранятся свои кошельки и их можно заморозить потому что они не децентрализованы они принадлежат определенным структурам но если у вас кошелек находится на вашем компьютере тогда ничего с нельзя сделать пока компьютер не изымут и что-то с ним не сделать то есть по сути какая-то силовая структура может прийти к вам домой да то изъять ваш компьютер физически физически на котором находится на хардрайве до находится ваш кошелек который на тот момент будет защищен только паролем пароль правильно то есть пароль можно выведать у вас же пользователя с помощью допустим пытки да правильно понять в этом смысле это не совсем безопасно так идем дальше следующий момент ваши персональные данные не могут украсть то есть это говорится о том что когда мы сейчас покупаем на интернете мы вводим наши персональные данные с нашей кредитной карты то есть ничего подобного не делается когда идет расплата биткоином а при переводе bitcoin кошелька на bitcoin кошелек действительно такого нет но все сервисы которые находятся в разных странах они вынуждены соблюдать законы этих стран и в законах ясно говорится что при работе с всякими системами виртуальных валют требуется персонализация людей в частности биржи в частности магазины все они будут требовать личных данных то есть имя фамилия и так далее но мы имеем ввиду что тут может быть сравнение больше идет с личным кодом кредитной карты пользователя то есть у биткоина нет такого эквивалента у биткоина есть номер кошелька но он открыт для всех и на него может придут если я показываю номер кошелька на него могут прийти деньги просто если вот покажу но изъять оттуда деньги никто не может я номерка что не может так понятно на прислать мог идем дальше кстати очень хороший point потому что все же достаточно скопировать номер кошелька и переслать туда деньги copy-paste следующий момент который упомянут в данном трактате это то что это позволит избежать инфляции то есть вы не могли бы вот прокомментировать bitcoin лимитирован двадцати двумя миллионами монет и больше точнее меньше части из них не создано больше уже создана меньше не создана и процесс когда будет создаваться вот это оставшись а меньше часть он будет растянут еще во времени достаточно длительно и в итоге что мы имеем сейчас много людей уже вложились биткоины и часть из этих людей потеряла это биткоин по каким-то причинам часть умерла то есть мы имеем дефляционную монету очень интересная штука и как раз таки капитализации курса биткоина доказывает что за шесть лет биткоин вот если брать шесть лет назад биткоин шесть лет назад стоил 77 центов в августе 2010 а сейчас он стоит 600 650 долларов американских так понятно ну то есть будет прогрессия тут ясна к сожалению мы вынуждены подходить к окончанию нашего выпуска у тех телезрителей которых родились интересные вопросы по отношению к нашему гостю просьба обращаться и мы с радостью пригласим михаила снова и затронем эту тему глубже до свидания до новых встреч до свидания